Друзья, всем привет! С вами Елена Литвинова, и сегодня мы с вами будем говорить на такую важную тему, как время выполнения алгоритмов. Time complexity. Как это на русском? Ну, короче, о времени выполнения алгоритмов. Как долго считается ваш алгоритм? И это на самом деле очень-очень важная тема. Если вы хотите быть хорошим программистом и писать программы, которые выполняются быстро и качественно, то обязательно эту тему нужно знать. Если вы планируете устраиваться в какую-то большую компанию, например, в Яндекс или еще больше мировые, Google, Facebook и прочее, то вам обязательно нужно эту тему повторить, узнать, проработать. И прежде чем мы начнем это видео, не забываем подписываться на канал, ставить пальчики вверх и поехали! Давайте посмотрим, почему время выполнения вашего алгоритма имеет такое большое значение в программировании. Посмотрим на вот этот график. Здесь мы видим по оси x наш параметр n, то есть как много данных мы вычисляем и работаем, и по оси y время. И как мы можем заметить, чем сложнее наша функция, тем быстрее возрастает время в зависимости от вашего параметра n, который вы используете. Но согласитесь, что функция log n гораздо медленнее возрастает по времени, чем, скажем, факториал. И поэтому определение времени работы вашего алгоритма является очень важным звеном. Давайте же поучимся понимать, сколько времени выполняется ваш код. И начнем мы с первого, это константа. Так, константа. Обозначается это o большое от 1. Для того, чтобы описать время выполнения алгоритма, в программировании используется такая аннотация, как o большое, соответственно, от функции. o большое от 1, это, например, константа, o большое от n, если это линейная функция и так далее. То есть мы с вами будем использовать вот эту метрику для описания, насколько наш алгоритм, ну, короче, хорош там, ну, вы поняли, времени. Когда мы используем константы? Ну, например, когда вы декларируете какую-нибудь переменную, там, не знаю, например, массив, да. Или делаете какой-нибудь console.log, там, например, вот этого аррея. И это константное время. Вы сделали операцию и все, да. Ну, как бы продекларировали функцию, там, function и прочее. То есть никак не зависит от какого-то параметра. Следующее. Как же тогда определить, например, функцию? Для этого нужно использовать цикла. В циклах, как правило, мы зависим от какого-то значения. И здесь мы уже можем определить функцию. Например, давайте следующее время у нас будет линейная сложность. o от n. Кстати, какая буква обозначается в о большом, не имеет особого значения, но чаще используют букву n, либо большую, либо маленькую. Ну, то есть так мы понимаем. То есть не c, d, f и так далее, а именно n. Ну, просто это, скажем, такое дефолтное обозначение. Окей, как мы можем получить линейную функцию? Предположим, у нас есть цикл for let i равняется 0, и меньше, чем r от length и и плюс-плюс. И, соответственно, здесь мы предположим, хотим просуммировать все числа вот в этом массиве. То есть я еще раз его здесь объявлю. И, например, сделаю let sum равняется 0 сначала, а потом мы говорим sum плюс равно и r от i. И вот здесь мы по факту получим нашу сумму. Так, я это все закомментирую, чтобы выполнить код и проверить. 10. Ну, как мы можем просчитать все эти значения, мы посчитали все верно. 7 плюс 3, короче, 10. В данном случае мы получаем время o от n, потому что у нас есть один цикл, у нас есть один зависимый параметр. И, соответственно, чем больше вот этот массив, тем дольше мы будем выполнять, ну, короче, вот этот алгоритм у нас будет работать. Понятное дело, здесь может быть прям много значений. Окей, идем дальше. Квадратичная сложность. Квадратичная. Параболическая, не знаю, сложность. В данном случае мы имеем o большое от n в квадрате, в степени 2. Как получить вот такую сложность? В данном случае нам нужно сделать цикл в цикле. То есть и при этом по одному и тому же массиву. То есть это не обязательно такой массив, это может быть строчка по каждому символу, из которых мы бежим. То есть почему-то мы должны бежать. И, соответственно, здесь у нас g внутри и как-то вот так. Так, в данном случае мы для каждой цифры в массиве пробегаемся еще раз. То есть и того у нас получается квадратичная сложность. Следующее. Давайте теперь посмотрим еще один пример. Это когда у нас сложность равна произведению a на b. o, a умножить на b. В данном случае a и b здесь независимые параметры. Предположим, у нас есть массив const r, который содержит в данном случае не чистые цифры 1, 2, 3, 4, а, например, содержит внутри себя подмассива. 2, 3, там, не знаю, 8, 9 и так далее. И мы хотим просуммировать все вот эти вот наши массивчики. У нас будет квадратичный цикл. Но в первом случае мы будем бежать по массиву нашему, вытаскивая каждое вот это значение. А потом внутри в g мы будем бежать по внутреннему массиву. И уже здесь мы будем накапливать нашу сумму. То есть плюс равно r от i, g. И в итоге давайте попробуем распечатать нашу сумму. Так. Так, так, так. Ну да, здесь есть конфликты, потому что константы и прочее. Я здесь все это закомментирую. И 25. Собственно, если вы сложите эти значения, то вы получите вот такое вот число. И в данном случае у нас будет сложность a, умноженная на b, потому что мы не зависим от одного параметра. Вот здесь, как вы можете заметить, мы зависели именно от массива. То есть мы сначала пробежались по массиву, а потом внутри на каждой цифре мы еще раз бежим по этому же массиву. Поэтому n квадрат. Здесь же мы сначала бежим по основному массиву, а внутри мы бежим по подмассиву. И здесь, на самом деле, тоже может быть много цифр в каждом, например, подмассиве. Ну, то есть depend on. Сложность будет o, a, умноженная на b. Окей. Идем дальше. Пятое. Давайте теперь посмотрим отбрасывание недоминантных констант. Недоминантных функций. Предположим, у вас есть два цикла обычных. Так. Ну, например, у вас есть цикл раз. И после этого идет цикл два. То есть не цикл в цикле, а они идут рядышком. В данном случае текущая сложность вот такого кода у нас будет o, a2, умноженное на n. Два цикла. Умножаем на двоечку. Есть такое правило при определении времени алгоритма, что отбрасываются недоминантные всякие термины. То есть в данном случае константа, она является меньше, чем параметр n, и поэтому она просто отбрасывается. То есть сложность этого алгоритма будет o от n. То есть все константы отбрасываем. И не имеет значения, какая здесь константа, хоть миллион. То есть n может быть больше, это более главный такой зависимый параметр. Еще в плане отбрасывания значений имеет такая штука. Вот, например, у нас есть опять два цикла. Первый цикл у нас идет цикл в цикле. Для такого алгоритма мы имеем следующую сложность. То есть n в степени 2. Правильно. Ну, то есть g тут все, если что. Так, вот, n в степени 2 плюс n. Вот такая вот сложность. И здесь мы также отбрасываем менее доминантный, скажем, параметр, это n. Потому что n в квадрате, он возрастает быстрее, следовательно, он более важен для нас. И время выполнения этого алгоритма у нас будет o n квадрат. Так, n большое. То есть вот такое правило используем. Окей, двигаемся дальше. Следующее, давайте посмотрим такой, так это у нас была цифра 5. Например, как получить логарифмическое время. Например, o большое от log n. На самом деле это реально очень классное время. То есть если вы посмотрите на первоначальный график, как мы можем заметить, от количества n время возрастает очень медленно. И давайте посмотрим, как вообще такое время можно получить. Самый известный алгоритм для такого времени это бинарный поиск. То есть предположим, мы имеем какой-нибудь аррей отсортированный. То есть sorted r. И в данном случае у нас идет 1, 2, 5, 7, там, не знаю, 100, 201. Вот такой вот набор цифр. И нам, предположим, нужно найти какое-то число вот в этом массиве. Ну, например, там соточку. То есть вот у нас на ход функцию идет вот этот массив. И, короче, нужно найти конкретное значение. Как мы можем это сделать? Мы можем пробежаться циклом по каждому элементу из этого массива. То есть сначала взять первый, второй, третий, четвертый. И тогда мы получим сложность o от n. Потому что мы бежим, проверяем каждое значение. Либо мы можем поступить немножко умнее. Мы можем разделить этот массив пополам. И проверить, вот то число, которое мы ищем, оно больше, чем конец предыдущего массива, либо меньше. И в зависимости от этого мы выбираем ту часть массива, которая нам, в принципе, нужна. Мы помним, что массив отсортированный. И далее мы берем вот эту часть массива и делаем опять так же. Делим его пополам и проверяем, где наше число. И на самом деле мы можем очень быстро, таким образом, найти наше число отделением вот так вот пополам каждого под массивом. И, например, если мы в массиве, скажем, имеем 16 значений, да, то есть n у нас равно 16, то мы делим пополам. Следующее n у нас будет равно 8, следующее n у нас будет равно 4, потом 2 и потом 1. То есть, как мы можем заметить, мы проверили весь наш массив за 5 шагов и нашли наше значение вместо 16 шагов. И если вы присмотритесь, то вы можете заметить, что это у нас степень двойки, то есть 2 в степени n. То есть, в данном случае здесь 2 в степени 4 равно 16. И чтобы как-то приплести n, потому что 16 это у нас n, то есть это по факту логарифм по основанию 2 от этих 16, ой, 16 и равно это 4, да. Ну, то есть, в итоге мы получаем, что это лог n, ну, то есть время наше равно лог n. И в данном случае лог n это классное время, как я уже говорила. И если вы даже, например, имеете, скажем, миллион данных в вашем массиве, то для того, чтобы найти число с помощью бинарного поиска, вам потребуется около 19 операций. То есть, вы можете представить, насколько это намного более эффективный алгоритм, даже чем, скажем, линейный поиск, или тем более квадратичный, или еще выше. Вот, поэтому знание алгоритмов это сила. Так, что дальше? Дальше давайте седьмым пунктом рассмотрим рекурсии. Предположим, мы имеем вот такую вот функцию. Function, my recursion. И здесь мы вызываем ее от какой-то циферки, предположим. И что мы делаем мы здесь? Если у нас эта циферка меньше либо равна единице, то мы return 1, иначе мы return my recursion от n-1 плюс my recursion от n-1. Вот, предположим, у нас есть вот такой вот алгоритм. И как вы думаете, какая сложность этого алгоритма? Да, офигительная, если честно. Если мы посмотрим на вот эту вот диаграмму, то если мы вызываем эту рекурсию, скажем, от 4, то для каждой цифры мы должны сделать ветку в 2 раза. То есть каждый раз она разветвляется на 2, на 2, на 2, на 2. И мы в итоге получаем 2 в степень n. То есть мы каждый раз вызываем дважды для каждой, короче, внутренней системы. И в данном случае мы получаем время O от 2 в степени n. Ну, то есть это по нашему первому графику достаточно нехилое такое время. И чем больше вот эта циферка n, соответственно, тем больше нам потребуются операции, чтобы просчитать вот подобную функцию. Время выполнения алгоритмов это очень важный параметр. Например, если вы захотите устраиваться в более большую компанию для работы, как правило, спрашивают именно фундаментальные такие знания, понимание алгоритмов, умение оценивать их время сложности. И, конечно же, писать алгоритмы, которые будут наиболее эффективны в конкретном случае. Понятное дело, не всегда можно свести алгоритм ко времени log n. Но, например, очень часто, если вы будете решать какие-нибудь алгоритмические задачи на том же код-барсе или лид-коде, то многие функции вы можете, например, сначала решить за квадратичное время или еще больше, например, какое-нибудь полиномиальное, а потом с использованием дополнительных структур данных, там сохранение каких-то значений, например, в хэше, то есть объекте, либо еще где-то вы сможете это свести до линейного времени. И в данном случае следует также отметить, что если у вас, например, немного данных, то есть вы просчитываете какие-то значения, скажем, там для галереи, где там 10 фоточек или еще что-то, то здесь нет такого особого значения, какой сложности, скажем, ваш код. Но чем больше данных становится, чем большим количеством вы, скажем, оперируете, это приобретает достаточно серьезное значение. Окей, друзья, надеюсь, это видео было полезным, а вы не забывайте подписываться на канал, ставить пальчики вверх, чтобы были новые видюшки, короче. С вами была Елена Литвинова, до встречи в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok